Продолжение следует... Вы смотрите программу «Арт-навигатор». Меня зовут Анна Ельникова. Желаю всем отличного настроения. В Голливуде судьба решается путем холодных, безжалостных расчетов. Посмотрим, кому удалось пережить очередную математическую зачистку. Говорим о тройке фильмов-лидеров кинопроката по Северной Америке. На третьем месте раньше времени отпраздновали «Убой на Рождество» Гарольд и Кумар. Уже третья часть саги о приключениях безбашенной парочки. «Убой на Рождество» фактически повторяет линию предыдущих двух комедийных лет. Однако триквел еще и переосмысливает некоторые стереотипы рождественских фильмов. Прошло шесть лет после приключений в проливе Гуантанамо. На этот раз закадочные друзья Гарольд Ли и Кумар Паттл срывают праздник, случайно спалив до тла призовую рождественскую ель, тестья Гарольда. Парочку героев-неудачников вот уже более семи лет неизменно исполняют Джон Чо и Кел Пен. Интересно, что последний на целый год отстранил себя от актерской деятельности из-за своей новой работы в пресс-службе при правительстве Барака Обама. В новой части зрителя по-прежнему ждут клубы дыма марихуаны и нелепой ситуации, в которой попадает веселая парочка, по-прежнему отрешенная от окружающих их проблем. Все это наркотически-юмористическое безумие на этот раз подано в трехмерном формате. Продюсером проекта вновь выступил Грег Шапира, на счету которого такие картины, как «Повелитель Бори» и «Ромовый дневник». Критики на удивление отнеслись к комедии достаточно положительно. Так же, как и зритель, который перевел на счет Гарольда и Кумара 13 миллионов долларов. Третье место. На втором месте продюсеры провернули кинозделку века под кодовым названием «Как украсть небоскреб». Эта комедийная лента зародилась на свет еще в 2006 году. Интересно, что инициатором проекта оказался не ее режиссер Брэд Реттнер, прикрепленный к нему с самого начала, а комик Эдди Мерфи, который также исполнил одну из ведущих ролей в этом киноограблении. Мерфи является, пожалуй, самым популярным актером в своем жанре, который в новом веке променял пахабные шутки на семейные комедии. Автор трилогии «Час пик» Брэд Реттнер давно хотел поработать со звездой полицейского из Берли-Хиллз. Надо отметить, парочка сдружилась не на шутку. Помимо этой ленты, Реттнер продюсирует грядущую церемонию вручения наград Американской киноакадемии. А место ведущего он, недолго думая, предложил Эдди Мерфи. Фактически «Как украсть небоскреб» является первой полнометражной работой Реттнера за несколько лет после заключительной части «Часа пик». Реттнер так хотел снять эту картину, что даже отказался от части своих проектов, в том числе от продюсирования несносных боссов. Новая лента, безусловно, не обошлась без массы шаблонов и смешения стилей. Однако этот жанровый винегрет был только на руку создателям, поскольку при таком раскладе картина пришлась по вкусу самой разнообразной публики. Эта лента может быть и не идеальная, но идеально смешная. Команде «Горе-грабители» удалось вынести из кинотеатров 25 миллионов долларов. Второе место. Никому не уступает свое первое место «Кот в сапогах», который самодовольно мурлычет на верхушке бокс-офиса вот уже вторую неделю подряд. Эта предыстория одного из героев Шрека задумывалась продюсерами еще четыре года назад. Все тот же прилежный и исполнительный Крис Миллер, который сделал третью часть Шрека и оба Мадагаскара, в итоге снял и Кота, руководствуясь указаниями нового исполнительного продюсера Гильермо Дель Торо. Несмотря на то, что Дель Торо в последнее время перешел на безумную фантастику, он не утратил своего магического навыка превращать в золото все, к чему прикасается. Вопреки тому, что «Кот в сапогах» перехватил эстафету от Шрека, он все же отличается от вышеупомянутой франшизы. В этом мультфильме нет никакой сюжетной связи со Шреком, и смотрится он как нечто совершенно самостоятельное. Единственное, что отчетливо повторяется, так это акцент на драм. Авторы не пожалели экранного времени на детальную прорисовку переживаний персонажа. Помимо привычного набора стандартных шуток, в этой ленте нашлось место и для некоторого элемента неожиданности. Приятно удивляют бодрые танцы, которыми лента наполнена до самых краев. На второй неделе проката в пушистых кошачьих лапках оказалось 33 миллиона долларов. Первое место. К запуску готовится нелинейный шутер от третьего лица – Saints Row the Third. Прошли годы с тех пор, как святые третьи улицы отвоевали Steel Water. На этот раз на пути банды встает более серьезный противник – международная криминальная организация под названием «Синдикат». Святым ничего не остается, как признать поражение и расположиться в городе Стилпорт, в котором еще не так развита криминальная экосистема. В борьбе за власть вы сразитесь с двумя бандами – так называемыми «Декерами» под предводительством сумасшедшего киберпанического Мэтта Миллера и группировкой «Лучадоры», которая возглавляет ходячий апокалипсис Killbane. В игрушке появился бесплатный генератор персонажей, называющийся Initiation Station, позволяющий создавать свое альтер-эго и выкладывать его на всеобщее обозрение, а в последующем использовать в игре. Бывшая порно-актриса Саша Грей озвучит героиню драмы Виолу де Винтер, которая является правой рукой руководителя синдиката и финансовым гением. Также в игре будет фигурировать знаменитый голливудский актер Берт Рейнольдс. Выход игрушки запланирован на 15 ноября. Выходные – это, безусловно, единственное время, когда можно взглянуть на события прошедшей недели объективно. Только выйдя из режима рутинного бега, можно наконец спокойно вернуться назад, чтобы взглянуть в глаза попутчикам и убедиться в незначительности пройденных препятствий. Желаю вам размеренных выходных и до встречи через неделю на канале РТВА. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин